приветствую друзья как обещал меня попросили снять взор вышки я по привычке уже и на лужи и сейчас я вам смогу сегодня показать точно что у меня там водится сейчас улетят конечно но селезни полетели уже гусак гусак он так и будет охранять свою вторую половину часом у меня опять спрячется как видать все пошел уже за островок ну примерно вот так короче все есть рядом да кроме ума ладно пойдем посмотрим вышку маленький такой обзор я правда где-то уже снимал мне не тяжело я не рассыплюсь он косули даже белохвостые олени сюда добирается он тоже воды надо попить ищут не всегда самые легкие пути так пойдем к вышке здесь у меня лежит привада видите воткнутые ветки теленок был когда-то друг привез ну пока сезон был были одни лисы стрелял я с вышки сначала 22 калибр а потом уже купил когда воздушку Hudson уже с воздушки все-таки маленько тише особенно ночью до с красной подсветкой 50 метров было отмерено и и 22 калибр и воздушку мне такие настроены правда я ставил мишени и там и тут короче везде в разных местах чтобы знать на какую дальность как держаться вроде ничего нормально получилось две лисы я тут и взял в этом году с воздушке ну и в принципе почти времени было сидеть да и зимы то и не было вышка он написано big game 3 stand вот это пластиковая вот такая конструкция она действительно толщиной буквально миллиметра 23 наверное не больше и вот такие ставим в кусты или куда-нибудь мы с сыном сразу решили что такая сопливая конструкция нам не нужна сын быстро по интернету нашел железную основу заказали одно дело пришло другое дело но потом до заказывали нам просто забыли почему-то прислать вот именно полтора метра труб высоту да вот тут должна была быть дверь вернее она и есть но она закрытая закрученная не почему-то в голову сразу пришла мысль лучше делать именно под низ то залазишь ну и растяжки это никого не волнует ни одного зверя бывает я сижу здесь вечером и белохвостый олень чешется обетель не обязательно приятно но здесь вот такой скажем люк вход вот тут у к себе домой вон туда там метров 200 всего кабель обогреватель могу сидеть спокойно в майке футболке никакой разницы нету так ладно как сейчас уберу там сейчас скрещу бардак я так думаю обычно в это время мухи бинта лазит все таки вот такой люк его я открываю по ходу дела головой там у меня защелка но чего-то сегодня она не держит у меня ну вот все например вот такая маленькая защелочка и когда слезю опять же отодвигая вот этот рычажок и головой держу обогреватель маленький обогреватель ну скажу честно хватает я его обычно даже отключаю жарковато все узкого то люк закрываем тут ковровое покрытие это сделано именно для для того чтобы не шумело у меня не надо чтобы не было никаких звуков лишних а тут у меня видите еще и монокол такое я пробовал как-то для интереса просто сидеть чтобы белохвостый олень самцы рогачи шли ну и часто на него ходят и койоты остались еще патроны риммингтон 22 калибр два окна два окна ну сейчас они само собой опять мухами залеплены на опять же осенью смазываю все петли чтобы не скрипа вообще ничего не было так вот эту пластмассовую конструкцию мы натянули я сделал каркас с дерева натянули туда и вот просвечивает еще стекловата да я хотел еще обшивать изнутри плитами ну через вот эту маленькие через это маленький люк мне больно удобно все затаскивать а такими кусочками не охота было но я не жалею очень тепло и так можно и так это окошко видите вот там вдали дом я стараюсь стрелять только в ту сторону где у меня лужа это если я вижу да что идет обычно по этим горкам по . ну да по пригоркам ну и вдоль вот этого леса обычно оттуда они выходят ну и само собой второе окно в эту сторону раньше было у меня еще и в этой стороне окно но там дом поэтому туда стрелять я не собираюсь ну и вот так где-то выглядит вместо моей засидки скажем тогда лежит теленок я прекрасно вижу когда даже в безлунной ночи проблем нету сделали вот в этой горке специально убрали маленько глину чтобы был вот такой маленький маленький уголочек чтобы это не мешало да чтобы они не так сильно пугались ну и отсюда просто очень интересно иногда просто посидеть понаблюдать когда он там выходит лоси про белохвостого оленя я не говорю это уже давно не интересно так домашний звери уже почти ну вот такая конструкция скажем совсем вместе обошлось мне примерно скажем в 1700 но это не мне это все мне купил все когда еще делал деньги ну и собрали вместе естественно очень удобно как я уже сказал сижу футболки тут можно вздремнуть маленькая скамейка вот такая ну скамейка не скамейка просто пару досок сделал на такой высоте чтобы люк не мешался да и пенопласт он теплый в любое время года и боишься конечно иногда не задремать бы еще как знаете леса она обычно подходит между десяти вечера и часа ночи да так что время обычно много сижу отдыхая раньше брал с собой плеер с музыкой ну почему то тоже понял что мне надо лучше бен слушать любой хруст шорох не музыку от этого отделался мурал плеер никаких часов если ровное время у меня обычно наручные часы бибикали тоже убрал потому что у меня было несколько раз вот так что койот подходил не на этой вышке но в другом месте и вот именно это бибиканье их и отпугивало поэтому не часов не музыки раньше мне спокойно сидел до на вышке курил и дым их не пугает наверно довольно высоковато просто уходят вверх а теперь да просто так сижу он гусяра порох болеем красавица пошел он к островку поближе своей супруге я отсюда в камеру не вижу ничего но я думаю вам там видно будет но принципе про вышку все здесь я уже вырезал сам это окна сделал так скажем на скорую руку тоже ну получилось нормально раньше мне были маленько другие мне не понравились был скрип и открывались они у меня не вниз как сейчас а вверх до этим макаром мне приходилось вот здесь у меня еще болты остались вешать тросик это все мешает оружие все все мешается смысле когда ты хочешь тихо высунуть ружье в окно обычно или заденешь или еще чего-нибудь лисом то все равно но койота они все-таки маленько это поосторожнее и поэтому решил так очень тихо открывается висит потом вот так и нету проблем ружье заряженное стоит в этом углу и тут у меня обогреватель спокойно берешь правда с воздушкой хатсон маленькая проблема она довольно громоздкая но больше размеров не было на вышке этой наружный размер где-то полтора метра внутри конечно сейчас намного меньше потому что вот именно вот это вся обшивка она заняла место но я довольно честно тепло хорошо даже иногда супруга ругается ты чё блин вышки будешь спать ну что я спать не буду это она знает но это было раньше теперь тоже понимает что шкуры нет нет нам тоже маленько приносят чего-то да вот такая примерно жизнь ребята ладно хорошо если будут вопросы какие-то пишите всегда отвечу до свидания до новых встреч